Моя Родина Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Здравствуйте, друзья. Начитаю запись книги, написанной мною примерно 15 лет назад. Они написаны первой главой. Вот, вы держите руках книгу, которую вы все очень долго ждали. Ну, сами понимаете, такая уникальная, как главный редактор лучшей сибирской газеты Ирина Головина. Газета Фаленда, что попала, писать не будет, это ее аннотация. Вот, интуиции всегда идут впереди всех, к ним относятся железо. Сегодня только про здоровье. Вы про Садроса много уже узнали. Вот эта книга уникальная. Но сегодня будем говорить о Садоводстве. Листаев, 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 листаев. Вот. Эта книга для новичков, они могут вырастить Сад. И, по-моему, практически не колеча СПИДу. И разными вызванными проблемами. Но сегодня еще раз. Сегодня мы будем говорить о здоровье. Итак, последняя глава называется «Время, проведенное в саду и засчитывается в срок жизни». 15 лет прошло, книга была издана, там, полторы тысячи экземпляров на всю страну. Несколько сотен экземпляров ушло в электронном виде. И все равно для 23 миллионов датчиков это, конечно, не... Ну, считайте, незаметно. Итак. Время пришло такое, что люди слушают, а читать уже не хотят, особенно с экрана. Я сам терпеть не могу с экрана. Вот этот молодой человек, 35 лет, 36, 7, 8, ну, 40 лет дальше я должен быть уже спокойником. Вот. Вот здесь у меня отдельные темы, раздельные темы. Отдельная астма вылечила, это вылечила, это вылечила. Вот. Издеваюсь над собой. Но сегодня я делаю то, что плавненько, так сказать. Просто процитирую, где-то вставляю свои замечания. Вот. Что-то добавилось за 15 лет. Итак. Время, проведенное в саду. Не засчитывается в срок жизни. Мне спало 74 пару месяцев назад. Каждую зиму я насчитываю себя с десяток болезней. Но к врачам не хожу. Они ведь нисколько не здоровее меня. С марта по ноябрь болезнь исчезает и регулок упресса на следующей зиме. Целыми днями на свежем воздухе тишина. Вечером баня или костер. Что стоит так, что плоды яблоки и абрикосы свисают прямо перед лицом. Тут уже такая благодать, что болеть просто стыдно. Все удивляются моим оптимизмом и бешеной энергией. Хотите, я сейчас поделюсь тем, что знаю сам. Вот. Только мое. Учтите, нигде никогда про это, никогда или почти никогда никто об этом не говорит. И похоже не знает. Что самое страшное, не знает. Каждый год дважды, обычно весной и осенью, человеческий организм вполне здоровый, сам начинает заниматься профилактическим лечением. У него, согласно программе, в программе резко повышается температура, призванная уничтожить накопившийся в организме опасное болезнетворное микроорганизм. Это важнейший момент, ребята. Впервые слышите. Вот бы здесь помочь самому себе резко сократить жизнедеятельность, закутаться в теплое шерстяное белье, пить много жидкости и ждать. Окончание этого процесса самолечения можно считать резкое охлаждение организма до нормы и отхаркивающий кашель. Но не тут-то было и начинается. Самое странное, я имею ввиду, суету вокруг мнимой болезни. Посещение поликлиники, скопище больных людей, болезнетворные бактерии, микробов. И тут моя ставка. Значит, в этом году я продлял разрешение на оружие. Оно мне нужно не для охоты. В последние годы мне за счет жалко птичек и разных животных. Но у каждого мужчины должно быть оружие. У каждого мужчины дома должно быть оружие. Тема оружия развивать не буду. Но я взял и пошел в поликлинику. Мне нужна была справка. Зашел я туда за дорогой. Вышел я туда больной. Две недели боролся уже с настоящей инфекцией. Я не пошел второй раз. Я не начал там анализы. Вот коронавирус, не коронавирус. Но пострадал. Зашел здоровый за справкой. Вышел оттуда больной. Полный коридор был больных людей. Чихающих, кашляющих. Что было, то было. Итак, повторяю. Посещение поликлиники. Скопище больных людей. Болезнетворных бактерий и микробов. Срочное сбитие температуры у практически здоровых людей. Глотание. Опасы для организма целого лекарства. Вы знаете, когда должна действовать, ну в данном случае, может, в кафельке, на бронхи. Какая-то таблеточка. Вот. А она-то действует в то весь организм. Какая-то тысячная часть попадает. Вначале таблетки попадают в желудок. Тысячная часть попадает куда надо. В ронхи. Остальное по всему организму. И давай его калечить. Давай. Там же свои биоты. Там же все настроено. Там миллиарды микробов, которые... Бактерии, которые живут в своей жизни. И вдруг бах. Таблетка. Вот. И не туда, куда надо. Не в бронхи. Итак, продолжаю. И тут же, тут же рабочий видом. Болеть некогда. И так вот за годом. И вот уже организм не реагирует ни на что. Болезнодорные бактерии копятся. Температура не повышается. Сбита программа. Или почти не повышается. Человек переходит в разряд хронических больных. Страшный вред наносит всевозможные любые диеты. Это не шутки. Но накажется, что мир сошел с ума. Когда вы сидите за обеденным столом, ваша рука с вилкой сама тянется к тому блюду, который выбрал внутренний компьютер, ваш мозг. Причем без ошибок. Но какой-то умник внушил вам. Это нельзя, это вредно. А по венам течет жизнетворность животного. Порная кровь. Она строго выверена. Вне, все вне состоит из константа. Четко запрограммированы концентрации. Количество кровяных телец, белков, жиров, углеводов, определенного набора гормонов и наркотиков, солей и многого другого. А еще оптимальная температура, давление и пульс. Любое насилие над организмом меняет человека внутри и снаружи его поведение. Недокормленный человек злой, одеваться над своим организмом и своей психикой, становясь злыми, раздражитыми, агрессивными, значит, процесс зашел слишком далеко. Подведел звонок, пора к врачу. А дальше запомнил грустный анекдот. Сестра, может отведать у меня в палату? Доктор сказал, морг, значит морг. Наше тело изнашивается, дряхлость неизбежна. Все, что мы можем, это оттянуть по возможности этот процесс. На мой взгляд, главная проблема заключается в подзонках и каталярных сосудах. Позвонки изнашиваются, позвоночник проседает, затем дикая боль в спине. Эта сигнал опасности запоздала. Расплата за прямохождение. Ведь в животном мире с гранитетальными подзвоночниками понятия радикулита не существует. Дикая боль проходит часто и без медицинской помощи. Болевой очаг блокируется. Повышенная концентрация эндорфинов в скобках наркотиков в крови. Вспомните, для чего мы рассираем больные участки тела и они краснеют. Но процесс не остановился. Всплющенные подзвонки пережимает нервные волокна. А нервные волокна это те провода электроцепи, которые соединяются в перномерсском компьютерах с органами исполнения. Разрыв электрической цепи это неправильная команда или отсутствие команды. И в этом случае никакое лечение почек, печени, легких, все других органов не воотборно. А посещение врачей это видимость участия, некоторое облегчение, отравление организма лекарствами, знаете, что такое таблетки от боли. Самообман и обман организма. Повторяю, посещение врачей это видимость участия, некоторое облегчение, мнимое, отравление организма лекарствами, потери времени и денег. Последнее время процесс просто разорительный. В классическом армане мне запомнили слова молодой женщины. Мужу осталось прожить 2-3 года. Но так как его будут лечить лучшие немецкие профессора, все больше полгода он протянет. Цинично, но и правдиво. Допустим, ваш холодильник не холодит, если он отключен на электросети, но как его заставить работать? И так же, как его заставить работать внутренние органы, если передавлены нервные волокна? Врачи могут с вас брать деньги и отправлять в аптеку, лучше в случае снимать боли, а вы это воспримите как выздоровление. Серьезная болезнь сопровождается законным освобождением от работы и постельным режимом. Затем самочувствие улучшается, так как нагрузка на все органы резко уменьшается. Спасибо, доктор, говорите, вы не подозреваете, что и безрачебной помощи организм подключился бы по программе самолечения. Еще большая проблема еще большая проблема это циркуляция крови по микроскопическим капиллярам. Кровь густая, насыщенная, вообще работает, не знаю, отдыха сердца насос. Клеток, из которых состоит организм, миллиарды. И каждое надо подвести тепловые продукты питания в виде раствора и отвести продукты переработки. Недавно узнал 100 триллионов лет у нашего человека. 100 триллионов. Когда мне сказки рассказывают про дровинизм, как мы это самое, что наш предок мышка-однаружка, вот, на полном серьезе, потому что и мы, и эта мышка являются млекопитающими. Другого идиотского примера придумать не могли, потому что надо доказать, что мы животные москоты. Извините, отвлекся. Клеток, из которых состоит организм, миллиарды, и каждое надо продвести теплые продукты, питание, в виде раствора и отвести продукты переработки. Идут годы, просвет между центрами сосудов все уже, кровь проталкивается, все труднее, сердце работает на износ. И вот уже к миллионам клеток, из которых состоит наше тело, триллиона надо было написать, кровь пробиться не может. Часть из них кровь пробиться не может. Они отмирают клетки и остаются на месте. Продукты распада вывести невозможно по той же причине. Параллельно в организме проза все предусмотрела, происходит процесс вечного обновления. По теории мы должны благодаря этому жить вечно и быть здоровыми. Каждая клетка в течение двух-трех лет делится на двое. То есть постоянно обновляется. Проходит три года и вот уже не вы, а другого человека, как это не странно звучит. Но мы все же стареем. Причина также не выводится из организма умершая клетка. Чем меньше остается живых клеток и чем больше остается продуктов распада, тем стареет человек. В сравнителе младенца с розовыми щеками, с лицом еще не старого человека. И что делать? Так, друзья, вы немножко сейчас и послушаю, сколько осталось. Можно сделать два фильма. Многие жалуются, что я долго моих фильмы не рассчитываю на современного человека, которого нет времени. Да, пожалуй, да, на этом мы остановимся. Это первая серия. Вот, значит, хочу еще раз за моим опытом, я еще не закончил, так, вот, я еще не закончил, здесь пойдут советы, 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 это будет вторая серия, и главное подчеркну, за мной очень насыщенная жизнь, на грани смерти было, вот, первая половина жизни, я о здоровье не думал, а когда подумал, пришлось ставить организм на грань, смерть уже специально, чтобы включилась система оздоровления, которая может успеть, может не успеть, для этого эта статья, озвученная, эта часть книги, вот, говорит про книги, говорит про книги, вот она, видите, она есть в электронном виде, она стоит всего тысячу рублей в электронном виде, почему бумажной книги больше нет, я оставлю несколько экземпляров, я уже высылал Путину, я уже высылал Лукашенко, президенту Беларуси, чтобы распространить, чтобы очень много было, очень, очень, чтобы много было последователей, чтобы у нас проблема здоровья стоит на первом месте, потому что мы больше вымираем, чем возрождаемся, вот, и, чтобы вам было интересно, еще скажу, я вырос в годы, повторяю мне, 75-х, когда пакарсов не было, это счастье мое, вот, это значит, что у меня не перегревались яички, я будучи ребенком много ходил по лесам, по рыбалкам, плавал на динах, нет, я этого не советую, вот, я много, много, много провел времени в горах, в тундре, в таге, вот, у меня меньше всего перегревались яички, а это самое главное, это мужские гормоны, которые дают мужчинам силу, энергию, ловкость и интеллект, вот, современно, я прикажу в удобном случае я говорю это, это значит, что современное поколение уступает предыдущему, по всем показателям, а родят еще более слабых детей, еще одно-два поколения, и не нас не надо будет захватывать, мы сами выберем, даже раньше, чем нам обещают, там, через 50 лет избавиться от половины населения России, раньше, вот, количество педрастов растет, тоже из-за этих памперсов, сильные мужчины, вырастают, потенциально сильные мужчины, родившиеся дети, из-за памперсов, из-за образа жизни, из-за вечно перегретых яичек в постели, в лавках, в трусах, перегретые, перегретые вырастают слабыми, а слабые, если он уже родился слабым, становятся геями, потому что хотите, слушайте дальше, потому что дальше будут советы, это будет следующая серия, может быть, тоже не последняя, я обязан это сказать, потому что пока мне было 50-60, в 60 лет я написал эту книгу, вот, ну, сейчас скажу, что 60-62, может, я бы умрался, значит, все это херня, но раз я продолжил жить до 75, значит, я имею право учить других, вот, и кто меня знает, как про меня говорит, поражает все ваше дикой энергии, вот, а сейчас, пожалуйста, не поздно, в любом возрасте, ходить это, сейчас нельзя носить трусы, потому что у нас есть стиральная машинка, это не раньше, когда раз в неделю или две меняли исподнее белье, конечно, надо его носить исподнее, сейчас трусы не обязательно, меняйте их каждый день, эти самые, то, что идет выше трусов, выше трусов идет нижнее белье, но уже не такое опасное для яичек, вот, и почаще выстирайте, мытьесь каждый день, это мой совет, каждый день в ванны, всегда будьте чистыми, вот, и тогда все вам будет ни к чему, и уж спать не их не надо, и дома, когда никого нет, и тепло достаточно от батарей, будьте дровы, ходите голыми, в крайнем случае, ходите, ой, показать вам, да неудобно, знаете, что на мне, на мне, только, то, что раньше называлось, повязка, набедренная повязка, современная набедренная повязка, это, значит, сейчас я вернусь своей фотографии, а нет, она в другом месте, вот, я договорю, 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 и это будет во второй серии, советы будут во второй серии, вот, в том числе, экстремальная, но экстремальная совета для смертельно-больных, каким я был, смертельно-больных, а так, Современная набеданная повязка, это продается везде и всюду, это полотенце с такими этими крючочками, которые обернул вокруг талии, эти крючочки, тик, ну, как они называются, когда раз и все, не без пуговец, без молнии, а вот следующий вариант, поняли, да? И ходишь в этой повязке, и международ болтается, на хрен взрывается, есть такая шутка, вот, и тогда у вас не перегреваются речки и не перегреваются по самому минимуму, ну, например, во время сидения, и тогда вы будете настоящим мужиком и в 70, и, надеюсь, 80 лет, вот, перепущусь. Полностью мне 80, и опять вернусь к этому, время, проведенное в саду, не засчитывается в срок жизни, потому что главное, это все-таки сад. Когда у меня был последний вебинар, я там шуточку показал, кто-то придумал такое, лучшие в мире тренажеры, и там тяпка, грабли и лопата. Вот это тренажеры, они те, которые дутые мышцы делают, а потом эти мышцы тут же исчезают, стоит только прекратить тренажеры, тренинги. Все, первая серия закончена, благодарю за внимание. Продолжение следует...